Братья и сестры, я хочу предложить нам один текст Священного Писания, Евангелие Луки, 11 глава. Мы будем читать сначала. Евангелие Луки, 11 глава. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам грязи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукового. Аминь. Братья и сестры, вы ощущаете себя счастливыми людьми? Подумайте, вслух не говорите. Мы слышали, что блаженны, слышащие Слово Божье. Давайте еще раз думаем все это. Мы те счастливые люди, которые находятся сейчас под звуками Слова Божьего, но полнота этого блаженства в исполнении этого Слова. И мне хотелось сейчас обратить внимание от имени Господа на нашу молитву. Очень коротко я скажу два момента, и главное, я хотел сосредоточиться на том, о чем мы молимся или о чем мы должны молиться. Но сначала, что такое молитва? Если коротко, то молитва – это духовный показатель. Это наши отношения с Богом. Человек, которого не тянет молиться, который не находит отраду в молитве, он в неправильном отношении с Богом. И это чрезвычайно важно. Мы должны молиться только потому, что Христос молился. Апостол Иоанн об этом пишет в своем послании. Он в первом послании, 2 глава, 6 стих. Он говорит, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А Иисус молился. И послание к Ефесянам мы читаем 5.1. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И Бог на это обращает внимание. Мы слышим это слово, и Бог призывает нас исполнить его. Почему мы должны молиться? Очень коротко об этом тоже. Мы уже сказали, Христос молился. Это повеление Господа. И их много в Писании. Например, Иисус говорил, молите Господи на жаду. Это повеление. И Библия учит нас этому. Далее Иисус говорит нам об этом в Евангелии от Луки, 22 глава, 46 стих. Мы должны молиться, чтобы не впасть в искушение. Увы, как много людей падает. Просто не исполняя. Это слышали. Я думаю, на слуху у нас у всех. Это текст мы знаем. Молите, чтобы не впасть в искушение. Но это надо исполнить, чтобы иметь это счастье и видеть, что ты победил искушение силой Бога. Почему мы еще должны молиться? Чтобы приносить плод. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Без меня не можете делать ничего. Только молять Богу мы можем принести плод Ему. У нас бывает так много ожиданий от нашего служения. Но люди, которыми пользуется Бог, это люди молитвы. Которые, молясь, подчеркивают, что они сами ничего не могут. Они нуждаются в Боге. И это очень важно. Мы должны молиться, чтобы иметь силу. И мы читаем об этом, Псалом 61, 12, что сила у Бога. Сила у Бога. И причина бессилия многих людей, она лежит в пренебрежении молитвой. Или пренебрежении своим собственным духовным состоянием, своей душой. Мы не можем без молитвы иметь здоровую духовную жизнь. Ну, о чем мы молимся? Вот об этом мне хотелось, чтобы мы сегодня порассуждали. И я хотел обратить внимание из прочитанного нами текста на следующее выражение. Иисус, ученики говорят, научи нас молиться. То есть, как правильно молиться? О чем мы должны молиться? И есть много поучений. Но обратим сегодня внимание на следующее. Второй стих. Еще раз прочитаю. Иисус учит. Иисус учит. Давайте обратим внимание на следующее. Он учит нас и говорит. «Когда мы молимся, мы молимся с определенной целью, чтобы быть со Христом, чтобы стать как Христос и чтобы жить для Христа». И это очень важно. Быть со Христом, стать как Христос и жить как Христос. Хочу еще подчеркнуть следующее. Когда мы молимся, и я думаю, что многие из нас это переживали, Бог меняет нас. Мы меняемся. И это бывает очевидно, когда мы видим, что в жизни того или иного брата или сестры идет духовный рост. Он начинает более и более быть похожим на Господа. Мы можем с уверенностью сказать, что человек молится, много молится. Сам человек не может меняться. Бог меняет человека. И мы становимся тогда похожими на Иисуса Христа. Давайте еще вдумаемся, прежде чем мы подойдем, о чем молиться, о Царстве Божьем и о исполнении Его воли. Давайте просто вдумаемся. Мы можем к Богу обратиться как к Отцу. Это же так много, братья и сестры. Иногда, знаете, кажется, Он так далеко, и где-то, знаете, но Он внутри нас есть. Вселюсь в них. Братья и сестры, Бог наш Отец, а мы братья и сестры. Мы одна большая семья. Я хотел бы, чтобы, думая об этом, мы получили огромное благословение. И Он дальше говорит, да святится имя Твое. То есть, желание святости должно быть где? В моей жизни прежде всего. И мы должны каждый об этом молиться. Мы имеем доступ к Отцу, мы имеем право к Отцу. Господь открывает нам, что есть молитва, почему мы должны молиться. И потом говорит, о чем мы должны молиться? Да придет Царствие Твое. Когда мы честно об этом молимся, это подразумевает следующее. У каждого человека есть Своё Царство. И мы говорим, пусть Моё Царство будет разрушено. Отвергнусь себя. Пусть Моё Царство будет разрушено. Да придет Твое Царствие. Да будет Твое Царство в моей жизни. И Господь учит нас, чтобы мы об этом молились. Он учит нас, как войти в это Царство, как жить в этом Царстве. Когда мы говорим, да придет Царствие Твое. Само это выражение, если оно осмыслено, действительно, не просто автоматически мы его произносим. Это говорит о признании владыки и царя. В Царстве есть Царь. Вы помните разбойник, когда он покаялся, когда Иисус умирал за наши грехи, и один из них покаялся, он сказал, «Вспомяни меня, когда придешь в Царствие Твое». То есть в этом Царстве есть Царь. И когда мы молимся, да придет Царствие Твое. Это признание владыки. Ну, и это согласие с тем, что мы подчиненные этого Царства. Он Царь, а мы находимся теперь в этом Царстве. Это очень важно. Когда мы молимся о том, чтобы пришло Царствие Божие, оно может иметь два значения. Первое. Царствие Божие внутри вас есть, чтобы это было в нашей реальной жизни, в настоящем времени. И второе значение, когда мы молимся, да придет Царствие, то к чему мы призваны молиться с вами. Мы молимся о предходе Христа. И во втором пришествии, то есть, когда Он придет и возьмет нас к себе. Он об этом говорил своим ученикам. «Я возьму вас к себе, и вы будете там, где я». И вот это томление должно быть в сердце возрожденного человека. Давайте подумаем, о чем мы молимся. Вообще, мы сегодня молились. Это очень важно. За еду. Давайте это не будем считать. Было ли у нас с раннего утра действительно томление, тяготение, быть в общении со святым и праведным Богом? И этот доступ был куплен дорогой ценой. Через Христа, через Него написано, мы имеем доступ к Отцу. Это очень важно. И мы искушаемся дьяволом, чтобы нам не молиться. Я думаю, сатана не столько усилий прилагает разрушить наше служение, как разрушить нашу молитвенную жизнь. Потому что люди, которые молятся, делают больше всего. Когда люди не молятся, шуму много может быть, но это не дает результата и не дает пользы. И поэтому это так важно. «Да придет Царствие Твое». Иисус в своих проповедях, это была центральная мысль Его всех проповедей. И Он говорил, ищите прежде всего Царствие Божие. Утром проснулись, ищем Царствие Божие. В юности, в средних годах, в старости, всегда, всегда быть в этом Царстве. Что значит жить в этом Царстве? И это тоже очень важно. Царствие Божие – это то место, где правит Бог. Давайте подумаем. А смысл ли мы говорим это? «Да придет Царствие Твое». Когда мы последний раз об этом молились? Молясь о том, чтобы пришло Его Царствие, чтобы нам находиться там, где Он правит, это значит согласиться с Его волей. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Царствие Божие – это общество людей. Так бы мне хотелось, чтобы Господь мог так сказать о нас с вами сейчас, братья и сестры нашей Церкви. Это общество людей, в котором воля Его исполняется так же, как на небе. «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». И надо сказать, братья и сестры, что если мы называем Христа Царем и не исполняем Его волю, то для нас Он номинальный Царь. Это ж какое пренебрежение тогда? Подумай только. Просить о Его Царстве – это значит согласиться жить по Его воле. Не моя воля, а Твоя да будет. И это очень важно. «Да будет воля Твоя». Вы знаете, это можно по-разному выразить. Это можно сказать с чувством поражения. То есть деваться некуда. Он же Бог. «Ладно, да будет воля Твоя». «Ты сильнее меня». Но речь идет не об этом. Можно это сказать с тоном даже обиды и возмущения. Но Господь учит нас, что когда мы молимся, и правильная молитва, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Это с чувством совершенной любви и абсолютного доверия. «Ты Царь, Ты Бог, и Ты лучше знаешь, как меня вести». У нас иногда есть такое искушение, когда мы об этом молимся, мы как бы пытаемся связать волю Божию с нашими желаниями. И так как бы осторожно мы навязываем свое желание, но молиться о том, чтобы пришло Царствие Божие и чтобы была воля Его в моем сердце, вот так как на небе. И это значит подчинить свое желание воле Божией. Мы можем открывать свои желания пред Богом, но молиться правильно – это быть готовым подчинить свое желание, каким бы оно ни было, воле Божией. И если воля Божия другая, мы со смирением, не с чувством поражения, возмущения или обиды, но с чувством особой любви и божественного, вот такого, знаете, доверия, мы говорим, «Да будет воля Твоя». Помните, как Иисус молился в Есимане, Он говорил, «Не моя воля, а Твоя, да будет». Братья и сестры, мне хотелось, чтобы мы подумали, о чем мы молимся больше всего. Знаете, мы молимся о том, чтобы экзамены сдать хорошо. Мы просим о здоровье, тоже неплохо. Мы молимся сейчас о мире. Это тоже верно. Мы молимся, чтобы не опоздать на автобус, на работу. Все это хорошо. Но Иисус говорит, обратите внимание, и из этого вытекают все остальные благословения. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и если бы она была во всем мире, все бы поменялось бы». И мы должны об этом молиться Господу. Мы должны начать прежде всего с себя. Мы должны желать этого Царства. Мы должны подчиниться Царю этого Царства. Мы должны открыто сказать, пусть мое Царство будет разрушено. Пусть будет Твое Царство в моей жизни. Не моя воля Твоя, да будет. Вот этому Иисус учит нас молиться. Но теперь вернемся к тому, о чем мы слышали в самом начале. Блаженные, слышащие Слово Божие и исполняющие Его. Найдем и в этом счастье, братья и сестры, в исполнении Слова Господня, который учит нас, как мы должны молиться. Я так подумал, говорить, как молиться и не молиться, как бы даже и неправильно, имея только инструкцию. Я не знаю, вам нравится ваша молитвенная жизнь, братья и сестры, или нет. Я не знаю, сколько раз в своей жизни вы покорялись и подчинялись в молитве Царю Царства Небесного. Но хочу предложить, давайте мы в коротких молитвах об этом помолимся. Мы можем это сделать стоя, по существу, блаженный, слышащий Слово Божие и исполняющий Его. Давайте мы доверимся Богу. Есть много моментов, которые мы не понимаем в нашей жизни. Я как-то приводил уже этот пример, я им закончил. Одного брата служителя умер сын. Уже там лет, не знаю, сколько ему было, 16-17, да, и вдруг неожиданно молодой человек умирает. И когда были похороны, и на похоронах он молился вслух, этот отец служитель, и он сказал такие слова, Господи, я не понимаю тебя. И была такая пауза, затянувшаяся, но потом он добавил, но я доверяю тебе. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Предлагаю, чтобы мы помолили, чтобы Господь научил нас молиться. Аминь. Давайте мы станем и в коротких молитвах. Кто желает, помолитесь.